Когда я первый раз приехал в Россию, у меня было жутко холодно. На улице, на работу, дома. Я надевал кашмир, мех. Ничего не помогал. Пока я не понял самое главное. Это слои. Поэтому мы сегодня будем делать самое слоёное блюдо в Италии. Это лазанья и это я, Матео Лай. Начинаем посмотреть, какие ингредиенты понадобятся для нашего приготовления. Это фарш из говядины, фарш из свинина, морковь, лук, сендери, молоко, сливочное масло, мука, оливковое масло, и томатное пассата, пармезан, красное вино. И, конечно, самое главное, это паста. Первое, что мы будем делать, это бешамель. Бешамель понадобится литр молока. Включаю плиту. Заливаю молоко. И отдельно буду сделать микс из сливочного масла и мука, которое будет загустеть в молоко. Растоплю масло. Приблизительно на 1 литр молока 80 г сливочного масла и 80 г мука. Масло уже готово, поэтому мы добавляем мука, перемешаем. Получится вот такая масса, в которую мы будем добавлять кипяточное молоко. Добавляем микс с сливочным маслом и мукой. И хорошо перемешаем. Чуть-чуть соли. Немного, потому что потом мы будем приготовить соус болонезе. Мой родной соус болонезе. И, как вы видите, да, бешамель готов. Выключаем. Начинаем готовить соус болонезе. Начинаем нарезать морковки кубиками. У меня есть сегодня 400 г фарша из свинина, 400 г фарша из говядины. Добавляем 150 г морковки кубиками. Примерно 150 г – это 1-2 морковки. 100 г сельдери. То же самое мы будем нарезать кубиками. И, конечно, лук. Репчать. Сделать не до конца вот такие слои. Потом переворачивать. Сделать вертикальные нарезки. И прямо очень быстро с кубиками. Это наш первый шаг. Сейчас отправляем все в кастрюлю. Добавляем немножко оливкового масла. 40-50 мл. И отправляем все овощи обжариться. Сначала лук. 120-130 г. Мешаем. И отправляем морковку. Обжарить хорошо эти овощи. Итак, они карамелизованы, обжарены хорошо. Отправляем фарш из говядины. Самое главное, когда мы готовим в Болонезе, это обжарить хорошо мясо. Соус – это моя родная, как я, из Болонии. Говядина обжарилась. Добавляем свинину. И тоже самое обжарим хорошо. Добавляем соль. Чуть-чуть. Когда вы видите, все мясо хорошо обжарилось, добавляем красное вино. Вот так. Советую всегда сухое, красное, хорошее вино. Не экономит. Добавляем томатное пассата. Я не переживаю для своего болонезе, потому что у меня есть режим томления. И плиту она все сделала для меня. Соус почти готов. Я оставлял в режим томления приблизительно 2 часа. Сейчас начинаем сделать вот эти слои. Первый слой – это бешамель. Потом добавляем пасту. И опять будем добавлять бешамель. Вот так, с лопаткой. Можно использовать лопаткой или ложкой. Добавляем ароматный, вкусный соус болонезе. Раскладываем вот так. И, конечно, пармезан. Дальше продолжаем с пастой. Заново. И вот так. После 6 слоев. Последнее замажем только бешамель. Закрываем листок из фолга. И отправляем духовку 180 градусов на 40 минут. Прошло 40 минут. И лазанья готова. Кстати, в моей духовке есть специальный heimalt diamond clean, который позволяет просто легко почистить. Посмотрим, как лазанья получилась. Та-дам! Вау! Прямо невероятно! Надо просто добавлять еще немножко соус болонезе. Прямо вот так. Пармезан. И буквально еще 2 минуты в духовку и лазанья готова. Какие прелести мои слои, 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 слои. Запах просто нереально. Вот так. Положим лазанья. Еще немножко рагу. Вот так. Разбрасываем. Оливкой масло чуть-чуть. Вот. И посмотрите. Самое слоёное блюдо в Италии. Слои, 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 слои. Просто невероятно вкусно. Сейчас я не держу уже. Я хочу попробовать. Да. Это она. Моя родная лазанья. Амичи. Это сделаю я. А сейчас попробуйте вы. Приятного аппетита. Бон аппетит. Чао-чао. Над zone, само пострадать. имеет Бон аппетит. long 10 лет 15 20 21 20 21 22 14